Здравствуйте, в эфире новости 24. Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев посетил Сырдаринскую область для ознакомления с созидательной работой, проделанной в регионе после прорыва дамбы Сырдобинского водохранилища. 166 дней. Именно столько прошло, окажется, будто вчера. 1 мая произошла природно-техногенная катастрофа на Сырдобинском водохранилище. Огромное испытание для всех. Слезы, печаль, надежды. В тот день изменил судьбы тысяч людей. Глава нашего государства прибыл в регион в ближайшие часы, взял ситуацию под личный контроль. Мобилизируем все силы и средства. Ни одна семья, ни один человек не останется без внимания, прозвучала тогда. И вновь надежда. Она загорелась в глазах сырдаринцев. Все будет хорошо, все наладится. Президент обещал. Так и случилось. Запущена была масштабная работа по устранению последствий катастрофы, восстановлению нормальной жизни. Весь народ объединился. Даже несмотря на пандемию, кто-то помог деньгами, кто-то трудом. Из всех регионов страны отправлены были продукты питания, одежда, медикаменты и строительные материалы. Началась большая работа по ремонту поврежденных объектов и дорог, восстановлению инфраструктуры, строительству новых жилых домов. А нынешний уже четвертый визит главы государства посвящен ознакомлению с тем, как реализовано поручение, как изменилась жизнь людей, какие проблемы еще остались. В Мирзоабадский район здесь были разрушены 4 махали, а сегодня развернулся новый жилой массив. Современный, многоэтажный. Махаля получила название Янги-Узбекистан. Новый Узбекистан. И это символично. Как иначе могли назвать красивые, удобные 45-этажных домов на 800 квартир с должной инфраструктурой, махалинским кузаром, детскими площадками. Сегодня сюда подведены газ, вода, электричество и другие коммуникации. Возведение шло 5 месяцев. В участие приняли 4000 специалистов. Радость. Ею делятся и сами строители. Если бы не колоссальная поддержка государства, не сплоченность нашего народа, говорят они, то за такой короткий срок невозможно было качественно реализовать такой грандиозный проект. Когда только прибыли на стройплощадку, здесь было полтора метра воды. Это основная проблема на тот момент. Ответственными руководителями, строительными компаниями мы вместе сообща работали над ее устранением. Построили три большие дренажные системы. Запланировали снижение уровня воды на 4 метра под землей и достигли этого. Потом привлекли 4000 работников и быстрыми темпами провели строительные работы. Совместными усилиями возвели дома очень быстро. С точки зрения геологии применили технологию дипмиксинг, которая укрепляет плотность грунта. Под каждым домом установлены прочные сваи. Они позволят домам служить народу многие годы, выдержать землетрясения и другие испытания. Это только начало, подчеркнул руководитель страны. Люди хотят жить в достойных условиях. Мы обязательно исполним эти мечты. Говоря о качестве строительства, стоит подчеркнуть современность материалов. Зимой здесь тепло, летом прохладно. Это мнение владельцев квартир, в которые заглянул глава государства. Мы о таких условиях могли лишь мечтать, говорит Надира Усубалиева. После наводнения, через некоторое время вернулись в свои дома. Но таких условий, такого жилья никто не видел. Через что прошли, знаем только мы сами. Но те дни уже прошли. Мы начинаем новую жизнь. К нашему счастью, у нас теперь новые дома. Гораздо лучше прежних. Раньше, если улицы наши были глиняные, то сейчас заасфальтированные. Хорошие условия созданы для наших детей. Таких не было раньше. Все условия для быта. Все есть, что нужно женщине. Наши соседи, подруги. Все хотят жить в таких домах. И даст Бог, скоро у всех появятся такие условия. Даст Бог, в новом Узбекистане, нашей Махале, найдем свое счастье. Важно и то, что за хозяевами новых квартир остались их прежние дома, недалеко от массива, которые нынче уже отремонтированы. Еще одно новшество, которое привлекло внимание. Теперь у жильцов есть свои кладовые помещения. Президент подчеркнул, что такую новинку важно и нужно внедрять. Ведь это очень удобно. Обычные условия квартир не позволяли раньше хранить необходимое. Сейчас все меняется. Территория вокруг тоже заслуживает внимания. Здесь много зеленых зон и объектов инфраструктуры. Спортивные площадки, детский сад, библиотека с большим фондом в тысячу книг. Руководитель страны затронул еще один важный вопрос. Техническое обслуживание домов. Эффективность коммунальных услуг. Этим будут заниматься сотрудники управляющей сервисной компании, офис которой разместился прямо в Махалинском Гузаре. Они в курсе всего, ведь при строительстве сами же мониторили установку коммуникационных сетей. Название Янги Узбекистон дано неспроста, отметил президент. Если этот опыт понравится людям, мы построим дома такого типа и в других регионах, в городах с высокой плотностью населения. И рядом с каждым массивом создадим рабочие места. Изменится культура жизни. Здесь же главе государства представлена была информация о планируемых мерах по обеспечению безопасности территории, психологической и духовной работе с жителями и молодежью. На всем этом заострено отдельное внимание. Как будет ликвидироваться безработица? Насколько действенной будет поддержка женщин и молодежи? По каждому вопросу были даны рекомендации и поручения, чтобы на деле поднять эффективность работы в интересах людей. Далее глава нашего государства посетил поле фермерского хозяйства Нуравшон-Орзу-Бустоны в Околтынском районе области. Здесь он осмотрел урожай хлопка. Отметим, что прорывом Сардабинского водохранилища был нанесен значительный ущерб и сельскохозяйственным угодьям. В частности, под водой оказались около 20 тысяч гектаров посевных земель в Сардабинском, Мерзоабадском и Околтынском районах. Для сохранения посевов воду откачивали переносными насосами, затем проводили культивацию и вспашку земли. Там, где это было невозможно, поля были расчищены и засеяны заново. Именно благодаря такой упорной работе удалось вырастить урожай хлопка. Фермерское хозяйство Нуравшон-Орзу-Бустоны специализируется на хлопководстве и зерноводстве. Под эти цели отведено порядка 163 гектаров. В этом году планируют получить в среднем 62 центнера зерна и собрать 43 центнера хлопка. Данное фермерское хозяйство является партнером хлопково-текстильного кластера Околтын-АПК, который в том числе выращивает ценное сырье в Сардабинском, Бекабадском, Букинском, Чинаском районах. А при сборе хлопка используется высокопроизводительное сельскохозяйственное оборудование. В Околтынском районе состоялась беседа с руководителями кластеров и фермерами. Была отмечена важность создания цепочки добавленной стоимости за счет переработки хлопка и превращения сырья в готовый продукт. Кластер и материальный стимул – будущее сельского хозяйства Узбекистана. Без внедрения науки и инноваций эта отрасль не сможет стать конкурентоспособной, сказал президент. Тем самым формируется целостная система. Например, вырастили хлопок. Для производства продукции необходимо сначала превратить его в волокно. На следующем этапе волокно превращается в пряжу, а пряжа – в ткань. На последнем этапе из ткани изготавливают изделия. Теперь отношения строятся напрямую между фермером и текстильной компанией. Этот метод вызывает особый интерес у фермеров. Он приумножает заинтересованность в результативности труда, содействует хозяйствам в эффективном и разумном использовании земель, воды и других ресурсов, повышении урожайности и своевременном сборе хлопка. По этому же адресу также была представлена информация о проектах, которые будут реализованы данным хлопково-текстильным кластером в 2021-2022 годах. К примеру, в Акалтынском районе планируется реализовать проекты по переработке 30 тысяч тонн семян хлопчатника и 50 тысяч тонн зерна в год. Всего за счет реализации ряда проектов кластера будет создано более 2000 новых рабочих мест. Ответственным лицам были даны указания по дальнейшей эффективной работе в сфере. Следующим адресом на маршруте главы государства стала Махаля-Янги-Ташкент в Акалтынском районе. Здесь отремонтировано 130 коттеджей, восстановлены инженерно-коммуникационные сети, построены новый Махалинский гузар, пункты торговли и бытового обслуживания, библиотека, спортивный комплекс, внутренние дороги. Президент Шавкат Мерзиёев ознакомился с проделанной работой, побеседовал с местными жителями. Многое звучало о качестве жизни, о решении проблем, о культуре и планах на будущее. Сардаря меняется, вместе с нею и люди. Появляются условия, рабочие места. Открылось, к примеру, здесь швейное производство. Новый объект будет ежегодно выпускать 500 тысяч готовых текстильных изделий. Запланирован выпуск товаров, которые по качеству будут конкурентно способными и в то же время отвечать вкусам потребителей. Рассказали и о том, что 60% готовой продукции будет поставляться в Россию, Казахстан и Таджикистан. Производственная мощность и качество позволят в дальнейшем наращивать географию и насыщать внутренний рынок импортозамещающей продукции. Инфраструктура есть. Электричество, природный газ и вода. Все условия для работы. Вот эти места совсем недавно были затоплены водой. Все было в очень обершалом состоянии. Тогда, как говорят нам, жители данного района не представляли, как это все можно будет восстановить. Но с момента катастрофы прошло некоторое время, а целый район восстановлен. В частности, и здешняя поликлиника на тысячу мест. Здесь есть все условия для лечения больных, их осмотра и диагностики. Президент посетил и этот адрес благоустройства. Здесь все в шаговой доступности. Вот продуктовый магазин рядом с семейной поликлиникой, а рядом с ней детский сад. Что примечательно, сход граждан Махали находится в самом сердце этого нового адреса счастья. Организованы кружки по Дутару и Рубабу. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Взяты от столичных районов. Эти кадры улицы Мирзо-Улухбек. Можно увидеть визитную карточку района, куранты. А прям под ней библиотека. Небольшая, уютная, удобная. Самое главное – вблизи к дому. Здесь каждый найдет произведение себе по душе. Вернемся к семейной поликлинике. В данный момент мы стоим в Акалтынском районе, Янги, Ташкент, Махалада. Это построили наши друзья из Ташкента, строители, и нам сдали этот городок. В этом городке мы сейчас находимся в семейной поликлинике, которая отвечает всем требованиям. Не только эти три района. Мы параллельно все выполнили наши планы, которые мы намечали на 2020 год. Могу коротко рассказать, что за эти 10 месяцев произведены на 60 миллиардов сумм строительной работы. Работа не останавливалась. Сейчас до конца года осталось еще сдать три больших наших клиники. Это Центр экстремедицинской помощи, это Взрослый медицинский центр и Перинатальный центр. Руководитель страны отметил, что она должна воспитывать медицинскую культуру. Научить вести здоровый образ жизни. Глава государства также отметил, что целесообразность обновления рациона питания, меню блюду, употреблять постные виды мяса. Развучало. Надо научить людей заниматься утренней физической зарядкой. Это снизит количество заболеваний. Лечебница – это место, где спорт и здравоохранение должны идти рука об руку. Ходьба должна стать неотъемлемой частью всех узбекистанцев. Нужно завести тетрадь, в которой будет вестись учет людей с избытком веса. Президент нам, кроме этого, объяснил простые вещи, которые намного, до 40% уменьшат заболеваемость. И мы больше получим эффективность от своего труда. Это правильное питание. Как мы должны питаться? Не только взрослые населения. Мы должны учить уже детей. Наш президент сказал, соблюдать здоровый образ жизни. Это никто не говорит заниматься поголовно спортом. Больше двигаться. Ходьба, семейная ходьба, отдельная ходьба. Чтобы все занимались активным движением. И как медики, я могу сказать, действительно, это даст свой эффект. Президент дал такое направление нам, медикам и Министерству спорта, чтобы мы вместе все это осуществили. И уже с этого года начать наши действия. А это уже Сардабинский район, расположенный на юго-западе Сардаринской области. Первый, принявший на себя удар стихии. Махаля-Дуслик – следующий адрес, который сегодня посетил президент. В ходе своего визита в мае текущего года глава государства поставил четкую задачу не только быстро, но и качественно возвести здесь новые жилые комплексы и объекты социальной значимости. План масштабных работ включил строительство 37 пятиэтажных домов на 1480 квартир, Махалинского гузара, детских площадок, благоустройства всей территории. Для всего этого был выделен участок в 34 гектара. Тогда Шавкат Мерзюев лично принял участие в закладке первого камня будущего жилого массива. Для выполнения поручений были мобилизованы все силы. И вот, спустя пять месяцев раскинулся прекрасный по всем параметрам комплекс. Общая площадь одного многоквартирного дома составляет 2500 квадратных метров. В каждом доме имеются двух- и трехкомнатные квартиры площадью 57 и 68 квадратов соответственно. На что особо обращено внимание – это на коммуникации. Подача электричества, природного газа, питьевой воды осуществляется бесперебойно. И что еще немаловажно, в осенне-зимний период налажена отопительная система. Руководитель страны ознакомился со всеми возведенными в Махале дуслик объектами. Побывал в гостях у жильцов одного из новых домов. Побеседовал с теми, кого стихийное бедствие застало врасплох. А сегодня эти люди, держась плечом к плечу в нелегкое время, уже с надеждой и верой смотрят в будущее. Например, семья Бахтьёра и Кыматхон Мирзаевых ранее проживали в доме по соседству, а сейчас – в просторной и уютной трехкомнатной квартире. Направлены все усилия для восстановления экономического потенциала района. Особого внимания достойный проект по налаживанию производства трикотажных изделий в обществе с ограниченной ответственностью «Сардо Баухсаро Текстиль». Он и стал следующим адресом посещения главы нашего государства. Президент ознакомился с рабочим процессом современной фабрики. На предприятии с годовой мощностью в 1,4 миллиона готовой продукции установлено новейшее оборудование из Турции, Китая и Таиланда. Нужно сказать, реализация проекта стала основой для дальнейшей поддержки населения района, обеспечения его постоянной работой и увеличения реальных доходов граждан. Так, на первом этапе будут обеспечены работы 500 человек. На втором будет создано ещё столько же рабочих мест. Основная часть сотрудников предприятия – это женщины и молодёжь. Руководитель страны побеседовал со специалистами и швиями, ознакомился с качеством производимой здесь продукции. Здесь же состоялась презентация проектов по созданию цепочки, добавленной стоимости в текстильной отрасли, и организация текстильного производства. В ходе беседы глава нашего государства подчеркнул, что женщины и молодёжь – основная часть населения, и большинство социальных вопросов связаны именно с ними. Ну а изменение их мировоззрения с учётом потребностей и интересов молодых людей и женщин придаст серьёзный импульс реформам в обществе. Самым ключевым моментом поезда главы государства в регионы, как правило, являются встречи с представителями общественности, поскольку именно на них подводятся итоги увиденного и определяются задачи предстоящей. Уже в самом начале беседы с жителями Сардаминского, Калтынского и Мирзабадского районов, Шавкат Мирзиёев озвучил инициативу. Она касается здоровья будущего нации. Отныне будет формироваться сардаринский опыт введения здорового образа жизни. В разговоре с общественностью президент подробно объяснил суть и важность формирования этой культуры. Речь идёт и о правильном питании, и о необходимости заниматься ходьбой, о других ценностях, которые важны для будущего нации. Как было отмечено, выполнением этой задачи вплотную займутся Министерство здравоохранения и Министерство физической культуры и спорта. Руководители ведомств здесь же рассказали о том, как будет выстраиваться соответствующая работа. Кроме того, сардаря должна стать и образцом в плане внедрения медицинской страховки. Для чего всё это нужно? Дело в том, что пандемия коронавируса, исцеление от которой человечество ещё не придумало, указала на то, что человеку нужно оберегать, укреплять своё здоровье, иммунитет, рациональное питание, умеренные физические нагрузки в числе главных факторов здоровья. И такая инициатива была всецело поддержана участниками встречи. В ходе искреннего и тёплого общения были затронуты многие вопросы, касающиеся дальнейшего развития территории, как экономического, так и социального. Как было подчёркнуто, в нынешнем году в Узбекистану пришлось столкнуться, помимо пандемии, со стихийным редствием Бухарской области, с наводнением в Сардаринской области. Были предприняты все усилия для скорейшего восстановления территории. За короткий срок пострадавших от стихии районах Сардаринской области возведено три современных жилых массива. Это 86 многоэтажных домов, 2640 квартир. Восстановлены и построены новые объекты социальной инфраструктуры, дорожной коммуникации. Налажена подача электричества, газа, воды. Создаются условия для трудоустройства людей. Говоря об этом, глава государства вновь обратился к реформам в сельском хозяйстве, где ведущую роль стала занимать кластерная система. Подчёркнута важность её дальнейшего распространения. И это станет важным условием ликвидации в ближайшие годы железной, женской и молодёжной тетради. Вновь было сказано о роли местных кенгаши, народных депутатов в реализации реформ, в поиске и решении актуальных проблем на местах. Как отметил президент, местные кенгаши – это голос народа, и они должны соответствовать своему статусу, решать насущные вопросы людей. Беседа коснулась также и вопросов воспитания подрастающего поколения, создания им условий для получения образования, профессии. Выступившие на встрече представители общественности Савдари выразили благодарность главе государства за все усилия по поддержке населения. Это является ярким практическим свидетельством того, что забота о людях – главный приоритет государственной политики. И в свою очередь каждый человек должен осознавать ответственность за сохранение и приумножение нынешних созидательных дел. За подписью президента сегодня вышло постановление о дополнительных мерах по совершенствованию системы привлечения населения к предпринимательству и развитию предпринимательства. Документ направлен на создание единой системы, открывающей возможности для получения кредитных средств, повышение мотивации в реализации инициатив, налаживание преподавания в сфере и не только. Подробнее в материале далее. Инициатива, поддержка, реализация, развитие. Все эти составные получили должное реальное воплощение внутри огромного и перспективного пласта под названием предпринимательства. Так за последние годы в рамках программ «Каждая семья – предприниматель, наша молодежь – наше будущее». А также других адресных мероприятий более 600 тысячам семей было выделено льготных кредитов на 13 триллионов сумм. Это позволило создать тысячи новых рабочих мест, организовать производство и объекты сервиса и тем самым значительно повысить уровень жизни людей. Однако, как показала практика, а также мировой опыт, требуется единая система, открывающая более полно возможности для получения кредитных средств. Постановление о дополнительных мерах по совершенствованию системы привлечения населения к предпринимательству и развитию предпринимательства. Направлено как на решение вышеназванных задач, так и на повышение мотивации и чувства заинтересованности в реализации инициатив путем формирования портфеля программ с акцентированным привлечением молодежи, соответствующего ведомства, торгово-промышленной палаты, Министерства поддержки Махали и семьи, местных администраций. В первую очередь для развития предпринимательства нужны мотивационные механизмы, мотивация для населения, которая позволит выбрать тот или иной вид предпринимательской деятельности. Во вторую очередь, очень важным является знание, навыки, приобретенные на пути к открытию своего бизнеса. И в третьих, конечно, это финансирование на начальных этапах, льготное финансирование того бизнеса, который предприниматель захотел открыть. И принятое постановление президента в первую очередь направлено на привлечение населения к предпринимательской деятельности путем его мотивации, обучения, внедрения новой системы микрофинансирования и предпринимательской инициативы. Агентству по делам молодежи поручено создать серию коучинг, то есть обучающих видеоуроков, мотивационных роликов. Будут задействованы негосударственные образовательные центры, в котором в случае налаживания преподавания основам предпринимательства с 15 ноября 2020 года за счет Агентства развития предпринимательства будут компенсироваться 70% стоимости обучения, но не больше 1 миллиона сумм на одного ученика. Данному ведомству на эти цели из Фонда реконструкции и развития будет передано 9 миллионов долларов. Планируется внедрить единую цифровую систему по мониторингу деятельности граждан, прошедших обучение и получивших микрокредит для начала своего бизнеса. С 1 января 2022 года предстоит запустить также единую систему обучения предпринимательству, создать которую поручено Высшей школе бизнеса и предпринимательства на основе международных стандартов и привлечения специалистов Международной организации труда и других зарубежных партнеров. Формируется совершенно новая система микрокредитования предпринимательства, когда закончивший обучение в частных центрах образования, получивший сертификат «Инициативный человек», представитель молодежи или прекрасной половины, может получить кредит для начала бизнеса в размере 33 миллионов сумм без залогового обеспечения. Учредители микрофирм и малых предприятий получат возможность получить 225 миллионов с залогом, предусмотренным законодательством. Подобные займы будут предоставляться на 3 года с 6-месячным льготным периодом, а процентная ставка составит 14%, то есть наравне с основной ставкой Центробанка. Кредиты, что нужно очень важно отметить, они будут с льготным периодом в 6 месяцев, потому что в этот момент становится становление бизнеса, и бизнесмен, начинающий предприниматель, не может выплачивать этот кредит. Поэтому предусмотрено льготный период в полгода, и до 3-х лет будут выдаваться эти кредиты по базовой ставке Центрального банка, которая на сегодняшний день составляет 14%. Вот весь этот механизм, который создан данным постановлением, он обеспечивает в первую очередь это объединение того опыта, который мы получили за 3 года развития предпринимательства, объединение опыта министерств, ведомств государственных, а главное, негосударственных учреждений, негосударственных организаций, которые будут направлены на одно. Путем мотивационных механизмов обеспечить доступ большому числу населения Узбекистана к занятиям бизнесом, путем обучения навыков предпринимательской деятельности, предоставления типовых бизнес-планов и получения сертификатов обеспечить льготное микрофинансирование на начальных этапах. Это революционный, по нашему мнению, шаг правительства, для того, чтобы максимальное число слоев населения вовлечь в предпринимательскую деятельность. В конечном итоге, для того, чтобы в первую очередь обеспечить сокращение бедности и, конечно же, немаловажно усилить потенциал экономической составляющей нашего государства. В свою очередь, с 1 июня 2022 года выдаваемые кредиты согласно программам «Каждая семья – предприниматель, наша молодежь, наше будущее». А также за счет иных государственных ресурсов будут адресно выдаваться микрокредитбанкам лицам, закончившим соответствующие курсы на основе единой программы микрокредитования. Помимо этого, предусмотрено институциональное совершенствование системы микрокредитования. В создаваемой национальной системе микрокредитбанк определен в качестве оператора, в связи с чем данному финансовому институту предстоит в 2021 году привлечь по всей стране сеть оказания микрофинансовых услуг и привлечь к этому другие кредитные организации. Также предоставляются микрокредиты в сумме до 225 миллионов сумм учредителям микрофирм и малых предприятий. При этом обеспечением является поручительство третьих лиц, страховые полисы, а также поручительство Государственного фонда поддержки предпринимателей. Стоит отметить, что отличительной стороной данного постановления является, что в данной программе предоставляются микрокредиты со стороны микрокредитбанка. При этом широкая сеть банка, состоящая из 71 филиала и более 100 центров банковского обслуживания, осуществляет охват всей территории республики. Население и предприниматели, получившие специальные сертификаты, обращаются в филиалы микрокредитбанка для получения кредитов. При этом стоит отметить, что отличительной еще одной чертой данного постановления является, что банк, который предоставил кредит, в последующем оказывает организационную поддержку предпринимателей путем налаживания его бизнеса, а также поиска каналов сбыта. А Министерством экономики и финансов до 1 января 2021 года поручено создать новую бизнес-модель широкого привлечения населения к бизнесу через деятельность микрокредитбанка. Будут, в частности, привлечены в управление данным банком зарубежные специалисты, имеющие опыт микрокредитной деятельности. Что немаловажно, определен механизм поддержки ни государственных, ни коммерческих организаций, участвующих в проектах по обучению навыкам предпринимательства. На основе конкурса будут выявляться наиболее прогрессивные, и им для совершенствования комплекса программ на основе государственно-частного партнерства будет выделяться заем на 5 лет со ставкой 4% и с годовым годным периодом. Данные кредитные средства будут выделяться государственным и некоммерческим организациям на основании договоров социального партнерства. То есть те организации, которые хотят участвовать в данной программе, они возьмут на себя обязательства по обучению населения к предпринимательским навыкам и, значит, выдачи им сертификатов и соответствующих документов. А ННО смогут выделять кредиты населению, в том числе молодым людям, женщинам, в случае, если получатель финансово грамотен и имеет профессиональные предпринимательские навыки. Микрозайм не может превышать 25 миллионов сумм, и он выдается без залогового обеспечения. С целью создания целостной системы поддержки бизнеса с координационными функциями Агентства развития предпринимательства во всех регионах республики откроются представительские офисы агентства. Торгово-промышленную палату будут направлены средства в размере 20% от госпошлины, уплачиваемых в процессе регистрации предпринимателя, и 5% от продажи госактивов. Перед непосредственными исполнителями параграфов документа поставлены конкретные задачи и сроки, реализация которых позволит создать современную и эффективную систему микрокредитования из трех обязательных компонентов – мотивации, обучение и кредитование. До непосредственных желающих заняться бизнесом будут доведены 100 мотивационных коучинг-материалов. В 200 районах пройдут встречи с известными и успешными предпринимателями. Победившим в реалити-шоу 60 молодым людям выделяются гранты на 2,6 миллиардов сумм, то есть почти по 45 миллионов каждому. 100 тысяч представителей молодежи и женщин пройдут обучение в частных образовательных центрах по специализации предпринимательства и развития бизнеса. 37 тысячам юношей и девушек, получившим специальный сертификат, на протяжении 4 лет планируется выделять микрокредиты. А поддержка комплекса программ ННО, направленных на сокращение бедности, в течение 5 лет станет основой для обучения свыше 19 тысяч человек с последующим предоставлением им микрозаймов. Это очень важно, что впервые в этом постановлении объединяются усилия государственного сектора и негосударственного сектора. Как вы, наверное, заметили, на протяжении всего комментария наиболее часто звучало слово «система». Иными словами, выстраивается ясное, понятное и прозрачное строение, где, как в архитектуре, прописаны все детали. Первый этаж – следующая помощь государства. Второй этаж – и так шаг за шагом. И цель полностью оправдывает немалые средства. Все в руках самого человека. Главное – дать ему понятие и серьезно мотивировать. А ждать у моря погоды бессмысленно. И подробно объяснять это, пожалуй, не надо. В Национальном пресс-центре Узбекистана состоялась торжественная церемония награждения победителей республиканского этапа смотра конкурса «Энг-Улух, Энг-Азиз», посвященного 29-летию независимости нашей страны. Об успехах творчества в материале Надиры Закировой. Градостроительство, созидание, преображение, происходящее во всех сферах жизнедеятельности, вдохновляет творческих деятелей, да и всех людей на новые инициативы. Работать усерднее с целью достижения высоких результатов. Идеи реализуются в перспективные проекты, внося весомый вклад в развитие государства. Именно такой труд достоин признания. В этом году конкурс прошел под девизом «Наша сила, наше счастье в тебе, родной Узбекистан». На республиканском этапе смотра с полным соблюдением правил карантина творческие работы принимались в режиме онлайн. Для участия в четырех направлениях, а также в поощрительной номинации за лучший журналистский материал, введенный по случаю 30-летия Декларации независимости, поступило порядка 1000 работ от свыше 140 авторов и творческих групп. На церемонии вручения мы видели, что большая часть победителей составляет молодежь. Вы знаете, этот факт селяет гордость, так как в стране огромное внимание уделяется именно этой категории. И отрадно, что они, в свою очередь, отвечают своим трудом и высокой активностью в каждой сфере. В целях обеспечения гласности при определении победителей был запущен сайт tanlov2020.us, где размещались печатные теле- и радиоматериалы журналистов. Лучшим были вручены специальные дипломы и ценные подарки. Среди отличившихся были и наши коллеги, корреспонденты Национальной телерадиокомпании Узбекистана. Среди отправленных работ на конкурс был репортаж о том, что делается для населения по улучшению условий в одном из отдаленных местностей Бухарской области. Население Аладского района долго мечтало о реализации проекта. Я сам ознакомился с технологиями, беседовал с международными экспертами. Главное, что к жителям Аладского и Каракульского районов пришла чистая питьевая вода. Вот об этом процессе в воплощении проекта и был видеоматериал. Я считаю, это одна из важных тем, которые нужно освещать. Я очень рад тому, что был награжден именно за этот материал. Надо сказать, что в большинстве творческих работ объективно были освещены на основе жизненных примеров и научно обоснованного анализа, проводимые в рамках стратегии действий государственной программы, реформы, ориентированные на повышение благосостояния и процветания республики, рост авторитета и влияние Узбекистана на мировой арене. В условиях эпидемиологической обстановки в стране особо важен вопрос обеспечения населения качественными и безопасными продуктами питания. Принимаются соответствующие меры по созданию запасов товаров и предотвращение необоснованного завышения цен на них. Репортаж из столичных рынков. Одной из основных задач, особенно в период пандемии, стал вопрос обеспечения достаточного запаса продуктов питания и стабильных цен на них. В этой связи по всей республике сегодня организовано 369 специальных прилавков для продажи сельхозпродуктов по доступным ценам. Системная работа в данном направлении налажена департаментом при Генеральной прокуратуре совместно с другими организациями. Уделено внимание недопущению искусственного завышения цен на продукты. Чтобы узнать, как обстоят дела на самом деле, мы провели изучение в столичных рынках Юнезабасква и Казарайского районов. Побеседовали с покупателями. Цены приемлемые, нормальные. А за сколько купили мясо? Мясо я взяла по 42 500. Качеством довольна? Довольна, да. Всем довольна. Цены здесь хорошие, товар тоже хороший. Но во всяком случае, я всё время здесь беру. Все виды продуктов есть. Опрос среди потребителей, проведённый на дехканских рынках Фархад, Челанзарь и Сергили, также показывает, что за последние дни здесь не наблюдали случаи с искусственным завышением цен. Всё в достатке. Я посмотрела и картошку, и ух. В этих рядах они дешевле. Если так дальше, будет очень хорошо. Я почти через каждые 2-3 дня сюда прихожу, делаю покупки. Меня всё это устраивает. Качество тоже хорошее. Вот я не зря здесь через каждые 2-3 дня прихожу и делаю покупки. Благодаря тому, что для предпринимателей и руководителей фермских хозяйств организованы отдельные прилавки, они могут реализовывать свою продукцию напрямую. Овощи и фрукты продаются с первых рук. Как говорится, с поля на прилавок. На Сергилийском дехканском рынке также созданы специальные прилавки. На них свою продукцию продают дехканные фермеры из Ферганской, Ташкентской, Джизакской областей и города Ташкента. Если есть предприниматели, желающие реализовать свою сельхоз и другие продукты питания на нашем рынке, то можно свободно обращаться к нам. У нас достаточно мест для этого. Подобный механизм работы, в свою очередь, также немаломажен в предотвращении завышения цен, обеспечении необходимого продовольственного запаса. Фонд развития культуры и искусства и акционерный коммерческий банк Капиталбанк подписали меморандум о сотрудничестве. Его цель – установить партнерские отношения и развить долгосрочное, эффективное и взаимовыгодное сотрудничество, направленное, в частности, на подготовку и реализацию проекта ежегодного благотворительного самаркандского полумарафона. Что еще предусмотрено документом, расскажет моя коллега. Как же в этом году, исходя из эпидемиологической ситуации, будет проходить это спортивное действие? И какой вклад в это внесет подписанный меморандум? В этом году принципиально он отличается тем, что в связи с условиями пандемии мы вынуждены проводить самарафон в онлайн-формате. Мы бы хотели все-таки дать нашим спортсменам атлетам возможность в этом году пробежать реальную дистанцию. В условиях сегодняшней ситуации мы также были вынуждены прибегнуть к виртуальному марафону, что для нас проводится впервые, но вместе с тем мы понимаем, что это очень благоприятная ситуация для того, чтобы весь мир бежал вместе с Узбекистаном. И для этого не нужно физически приезжать в Узбекистан, и вы можете зарегистрироваться и с любой точки мира бежать. В этом году мы решили поднять тему аутизма. Дети с расстройством аутического спектра нуждаются в большей интеграции во все сферы искусства. Изучая эту проблему, мы поняли, что дети нуждаются в специализированных арт-классах, специальных художественных мастерских, где для них будет все приспособлено. В этой связи подписание данного документа будет сопутствовать реализации новых проектов, совершенствованию взаимодействия между международными институтами развития и, конечно, расширению возможностей для детей с особыми потребностями. Первым проектом, который будет осуществляться в рамках этого меморандума, будет являться марафон, который будет организован в городе Самарканде, который называется «Самарканд Хэлф Марафон», в котором могут участвовать как спортсмены, так и обычные граждане. Суть проекта заключается в том, что в зависимости от пробега каждого участника определяются бонусы, которые потом накапливаются и направляются на благотворительные цели. Таким образом, все желающие на официальном сайте могут оставить заявку на участие в полумарафоне, проведение которого запланировано на первые числа ноября. Вы смотрели новости 24. Спасибо за внимание. Берегите себя и близких. До встречи.